Сегодня будем собирать неизвестные науки и техники механизм. Хранятся все элементы в вот такой вот коробочке. Ретро-коробочка, сахар. Найдено это все в подвале. Что это такое, неизвестно. Будем разбираться вместе. Что мы имеем? Две металлических детали. Судя по всему, это элементы корпуса, почему-то мне так кажется. Еще, судя по всему, элемент корпуса. Две шестеренки. Немного побитые коррозией. Одна. И вторая. Также имеется вот такой вот силовой агрегат. Советский коллекторный электромотор. Будем надеяться, что он рабочий. Достать такой сейчас проблематично. Хотя, я думаю, на различных торговых площадках можно найти. Вот. Для начала проверим работоспособность двигателя. Опа. Вот такой у меня шикарный сниматель изоляции. Советский, мировой. Очень удобная вещь. Если есть возможность приобрести именно такой, я вам всем рекомендую. Подключаем. Источник питания 6 вольт. Ух ты! Скаженный, как говорят у нас в Украине. Это уже хорошо. Давайте, в первую очередь, немного очистим наши детали от ржавчины. Можно было бы химическим способом, но, мне кажется, механическим будет гораздо быстрее. Бормашиной и в труднодоступных местах вперед. Бормашина Бормашина была приобретена на всемирно известной и всемирно популярной торговой площадке Алиэкспресс. Кстати, при покупках я пользуюсь и вам настоятельно рекомендую пользоваться специальным помощником расширением Алирадар. С помощью расширения вы сможете оперативно прослеживать статистику изменения стоимости товаров и избежать откровеннейшего надувательства со стороны нечестных продавцов. Вот, смотрите, значит. У одного продавца цена товара скачет чуть ли не каждые полчаса, а у другого цена стабильна. Я думаю, с кем лучше сотрудничать, очевидно. Да, между прочим, кроме возможности контроля за ценой, расширение предоставляет информацию по поводу рейтинга продавца, времени работы, отношения к нему со стороны покупателей, скорости отправки товаров, соотношения числа недовольных клиентов. Из дополнительной опции отмечу еще и возможность слежения за изменением цены товара, что очень удобно при постоянных регулярных покупках. Еще, еще в процессе очистки, еще в процессе очистки я догадался, что двигатель должен стоять вот здесь. Других мест его крепления просто нет, нигде он не подходит. Зажимается, судя по всему, он вот этими вот лепесточками. Поставим временно, а потом поглядим. Получится у меня собрать эту головоломку, для меня это головоломка, поскольку, я не знаю, здесь может не хватать какой-то детали, во-первых. Во-вторых, я не знаю целевого предназначения этого механизма. Вот что самое главное. Где он стоял, какие функции выполнял, это мне неизвестно. Но ничего, я думаю, что-нибудь-то и получится, как говорится. Еще в процессе очистки я догадался, что двигатель должен стоять вот здесь. Других мест его крепления просто нет, нигде он не подходит. Зажимается, судя по всему, он вот этими вот лепесточками. Поставим временно, а потом поглядим. Повертев, покрутив вторую часть корпуса, я сообразил, что, судя по всему, опять же, это предположение, он крепится как-то вот так. Почему я так думаю? Потому что отверстие напротив отверстия, отверстие напротив отверстия. Может быть, таким образом фиксируются шестерни? Чему-то мне кажется, что я прав. Сейчас временно зажмем здесь лепесточки и посмотрим. Здесь пока крепить не буду. Вдруг неправильно, чтобы можно было быстро разобрать. Теперь наша задача определиться с расположением шестеренок. Будем действовать методом исключения. Здесь зацепиться двигателю не за что. Разве что шестерню вот так поставить. Но здесь, в данном случае, это невозможно. Так. А ну, другую. Вот можно предположить, что вот эта косозубая шестерня входит в зацепление с вот этой шестерней. Шестерней на двигателе. А ну, попробуем. Правда, вопрос возникает в эту сторону ее. Или же вот так вот. Попробуем сначала вот так. Если что, придется разбирать и... И все делать заново. Собирать. О! Что-то начинает вырисовываться. Думал по-всякому и пришел к выводу, что эта шестерня входит в зацепление с вот этой. По-другому просто невозможно. Только непонятно целевое предназначение вот этих вот лепесточков. Нету сил удержаться. Давайте подключим и посмотрим. 6 вольт. Ух ты! Блин, а что же это за существо-то такое, а? Загадка. Осталась последняя деталь. Я уже за кадром долго достаточно размышлял, думал, как ее сюда прикрепить, как она должна быть путем исключения. В общем, так навряд ли, ибо здесь выходит провод. Соответственно, провод должен быть в эту сторону. Также здесь имеются такие продавленные отметины. Я думаю, что вот так вот оно было. Потом как-то прижималось. И вот этот лепесток как-то взаимодействовал с вот этой деталью на шестерне. Сейчас поставим, посмотрим. Завершающий элемент, крышка. Здесь как раз все просто. Поскольку в другое место ее просто не поставить. И вот так все это действие функциклирует. Создает звуки. Сейчас попробуем подключить напряжение. Посмотрим, как это все в реале. Ну да, загадочный механизм. Загадочный. Вот такой странный механизм. Что оно такое? Для меня это была, можно сказать, головоломка. Почему я так и называю видео. Ибо целый день потратил на ее сборку. Очень сложно, знаете ли, собрать что-либо, не имея представления, для чего это что-либо предназначено. Обязательно пишите в комментариях свои предположения, что это такое. Глядишь, вместе мы с вами и найдем. Найдем это самое целевое предназначение сей штуковины. Ну а пока, слаживаем ее назад в коробочку. Жму руку. Подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Пока.